В 1994 году у разработчика и издателя NG было много известных IP-адресов, таких как Fatal Fury, Art of Fighting и Cow Warriors, среди прочих как в боевых, так и в небоевых жанрах. Затем, в порыве чистой гениальности, NG объединила некоторых из своих самых популярных персонажей вместе с некоторыми оригиналами в один эпический файтинг — матч мечты с Королем Бойцов-94. Все звезды отброшены в сторону, эта новаторская файтинг-игра позволила игрокам управлять командой из трех персонажей, сражаясь в королевской битве на выбывание. Несколько десятилетий спустя, после многочисленных продолжений и спин-оффов, сериал теперь выходит в свою пятнадцатую основную часть с Королем Бойцов-15. Многое изменилось в жанре файтинга, и все же явная новизна матча Ultimate Dream по-прежнему остается такой же захватывающей. В 2022 году Король Бойцов-15 вступает в игровую битву следующего поколения в качестве главного соперника, который ощущается как идеальное сочетание ностальгии и эволюции. Король Бойцов-15 предлагает огромный выбор из 39 персонажей при запуске, плюс эпический персонаж-босс. НГ уже давно прославился тем, что создал несколько довольно безумных финальных боссов, и этот как раз подходит. Это один из самых экстравагантных финальных боссов, которых они когда-либо придумывали. Конечно, есть планы DLC для 12 новых персонажей, которые присоединятся позже. Но, честно говоря, одна только базовая игра дает вам более чем достаточно разнообразия игрового процесса. В этом списке собраны лучшие из лучших с некоторыми новыми лицами. Свежие новички Долорис и Айла резко отличаются от нормы, но это игра, празднование одного адского наследия и некоторых из лучших персонажей файтингов всех времен. Будь то Терри Богорт, Кеку Санаги, Кула Даймонд или возвращение команды Орочи из Короля Бойцов-97, это список, который удовлетворит фанатов, как старых, так и новых. Со времен Короля Бойцов 2002 года линейка бойцов не была настолько идеально репрезентативной для серии. Там также есть профессиональный борец в костюме тираннозавра, которого прямо называют королем динозавров. Да, я думаю, что он, возможно, принял участие не в том турнире. Возможно, сейчас это не самая передовая графика 2.5D, но то, чего игре не хватает в графическом мастерстве, она с лихвой компенсирует чистым стилем и художественным содержанием на оборудовании следующего поколения. Он работает с нереальной плавностью и плавностью, и просто приятно наблюдать, как все эффекты частиц освещают различные красочные сцены. В то время как моделям персонажей не хватает четкой графической детализации, дизайн персонажей никогда не выглядел лучше, и Несс в себе сильный аниме-колорит. С изяществом 2.5D просто здорово видеть, как так много знакомых лиц возвращаются к новому игровому поколению, особенно когда в сюжетном режиме есть моменты случайного подшучивания между ними в знак уважения к их прошлому. А еще, как получается, что Терри Богорд все еще может носить один и тот же наряд почти три десятилетия и при этом выглядеть круто. Что усиливает презентацию, чтобы сделать впечатления незабываемыми, так эта музыка. В сериале всегда была фантастическая музыка, но саундтрек King of Fighters 15, возможно, лучшие из созданных. У Джареда есть несколько современных рок-треков, а некоторые вокальные песни граничат с присмыкательством, но лучшие моменты — это когда включается джаз биг-бенда, создавая атмосферу и энергию, которые мы редко когда-либо видим в файтингах. Игры. Со времен Короля Бойцов 96 музыка не выделялась сама по себе, как здесь, и вы можете выбирать как современные, так и классические мелодии из цифрового музыкального автомата. Это вряд ли кого-то удивит, особенно после успешного периода открытого бета-тестирования перед запуском. И все же Король Бойцов 15 — это лучшее, что когда-либо чувствовала серия. С точки зрения геймплея, это так же плавно и быстро, как и должно быть в современной файтинговой игре, но в ней есть некоторый методический вес более ранних записей франшизы. Кроме того, персонажи предлагают массу разнообразия геймплея, начиная от таких борцов, как Шерми и Блю Мэри, и заканчивая стилистическими комбинациями Кио и Кулы, и даже некоторыми тяжелыми нападающими старой школы, такими как Терри и Рио. Здесь просто есть что-то, чем каждый может насладиться. И хотя это помогает освоить предустановленные команды, игра позволяет вам создать свое собственное трио фаворитов. Фирменные бои 3 на 3 так же забавны, как и всегда, и, честно говоря, сколько файтингов могут предложить сложный и разнообразный состав, чтобы командные бои работали так же хорошо, как здесь. Король бойцов 15 удивительно прост в освоении с точки зрения основной механики, и у ветеранов не возникнет проблем с привыканием к боевым системам и в значительной степени последовательным набором в движении своих любимых персонажей. Кроме того, сложная механика отмены помогает в темпе и течении боевых действий, где игроки могут отменять ходы, анимацию в середине и переходить во что-то другое. Овладение этой техникой имеет большое значение для управления ходом битвы с помощью изобретательных комбов, и, к счастью, в игре есть множество учебных пособий, которые помогут вам разобраться во всем. Что еще круче, так это то, что если тебе посчастливится встретиться со своим главным соперником онлайн, для вас и вашего соперника есть онлайн-тренировочное лобби, где вы можете тренироваться вместе. Хотя в игре есть забавный сюжетный режим и достаточно контента, чтобы быть интересным в одиночной игре, многопользовательская онлайн-игра предоставляет все необходимое с точки зрения противостояния противникам в различных условиях и настройках. Кроме того, как уже было очевидно в период открытого бета-тестирования, сетевой код отката оправдывает свои обещания, и поэтому нет сомнений, что фанаты будут играть в эту игру очень долго. Король бойцов 15 настолько хорош, насколько это возможно, и чувствует себя полным пакетом даже при запуске. Конечно, он, возможно, и не изобретет велосипед для жанра, но он совершенствует свою уникальную формулу геймплея и легко предлагает лучший список персонажей, который когда-либо видел сериал. С надежными онлайн-опциями, глубокими системами геймплея и звездной стилистической презентацией с незабываемой музыкой, это одна боевая игра, которая будет регулярно появляться на любой игровой платформе. То, что когда-то было инновационным в 1994 году, преуспевает в том, чтобы чувствовать себя таким же новым и захватывающим. В 2022 году шумный пиксель дает королю бойцов 15.9 баллов из 10. Спасибо, что посмотрел. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным обзором в Noisy Pixel.net. Noisy Pixel управляется группой геймеров, которые усердно работают над тем, чтобы предоставлять новости, обзоры, предварительные просмотры и многое другое. Пожалуйста, подпишись, чтобы быть в курсе всего нашего будущего контента. Субтитры делал DimaTorzok